Добрый вечер! Я очень рада видеть вас на нашей второй встрече в этом сезоне. И тема нашей сегодняшней встречи, второй лекции концерта, будет посвящена истории развития музыкального жанра. В прошлом году я рассказывала вам о музыкально-исторических приключениях пасараней. В этом году, сегодня, речь пойдет усилить. Сразу начну с определения. Сюита в переводе с французского «suit» означает «ряд», «последователь». Это музыкальная композиция, преимущественно инструментальная, которая состоит из ряда лаконечных и контрастных пьес. И сразу же возникает вопрос, а что может объединять контрастные пьесы в музыкальном сюите? Раньше, в эпоху воронка, когда появились первые свиты, все они, все части, которые составляли их основу, объединялись назначением. Они все были танцев, все в одной тональности, все примерно одинаково на протяженности. И вот эта идея объединения нескольких танцев в единое целое, в одну семью, она настолько общечеловеческая, что до первого автора вряд ли докопаешься. Поэтому на вопрос, когда возникли и где возникли первые свиты, однозначно в ответах нет. В профессиональной музыке первые свиты замечены уже и в Италии, и в Англии в XVI веке. Поначалу объединялись два танца – медленная хороводная Павада и быстрая Гавиарда. Затем этих танцев стало четыре. Исюиты, первые исюиты, интернационально объединяли в себе танцы разных стран. Немецкую Алиманту, французскую Куранту, испанскую Сарбанну и английскую Жилу. Именно такой набор танцев, именно в такой последовательности и стал основой старинной барочной сюиты. Стал жанровым архетипом. Сегодня, я уверена, многие из вас даже не знают название этих танцев. А представьте себе, что четыре года назад эти танцы танцевала вся Европа. Я хочу предложить вам сейчас познакомиться, увидеть, как танцевались эти некоторые танцы старинной барочной сюиты. Внимание на экран. У меня есть видео письмо. Писано... Писано... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 в систему. Из сотен пьес, которые были во французских северитах, целые блоки у них посвящены образам животных, птиц, растений, людей, людский характер, театральных персонажей, образам войны, быта. Каких только названий там нет. Я специально подобрала некоторые самые интересные. Обратите внимание, как французы любили называть пьесы в своих северитах. Селяне, кавалер, куртизанки, жандармы, будильник, радость, зависть, обчарня, лесть, дурачество, целомудренная, старая волокина, целая энциклопедия образов, настроения и характера. И сейчас я хочу вам представить несколько фрагментов, весьма оригинальных примеров французских программных сюит. Вы услышите несколько пьес из разных сюит в эпохе порока. Для этого я приглашаю на сцену лауреата международных конкурсов Тимура Клюбина. Начнем мы с прослушивания пьесы танцеваний. Только это будет не традиционный алимандо, курандо или сарабандо, это будет донять характер. Вы услышите очень известную пьесу французского композитора первой половины 18 века Жан-Филиппа Рамо. В оригинале эта музыка была написана им для балета «Галантные Индии», где под нее танцевали два луизианских индейца. И в оркестровом исполнении эта музыка звучит очень громогласно, компестно, с использованием ударных инструментов, медных духовых инструментов. Но Рамо включил эту музыку в одну из своих многочисленных клавесиновых фильмов. Он дал ей, как это любили делать французы, название. И в клавесиновом звучании мы слышим совершенно другой характер. Изысканный, светский, вот такие европеизированные индейцы получились у Жан-Филипп Рамо. Благодаря тому, что в благородской филармонии есть голландский клавесин, мы сейчас с вами услышим подлинное, аутентичное исполнение этой пьесы. Жан-Филипп Рамо «Дикари». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Он был притворным лавесинистом и аргуминистом французской королевы Елизаветы I, и в своих многочисленных клавесимых и аргуминых сочинениях он передавал быт генералу английского двора, изображал или передавал исторические события своей эпохи. Англия, Веловойны и Уильяма Бёрда есть сюрита под названием «Баталия. Битва». В ней 15 частей. Каждая часть имеет название. И сейчас вы услышите часть этой сюриты, которая называется «Флейтер и барабан». Именно эти два инструмента сопровождали марши английских солдат во время военных действий. Аплодисменты. 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 Продолжение следует... 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 событий, образов, персонажей, которые соединены в единую музыкальную модель. Это сюита-цикл. И части в такой сюите связаны не только тонально, они связаны и интонационно, и даже сюжетно. Например, шоуновский карнавал. 20 пьес этой сюиты объединяются музыкальным монограммом из четырех звуков для минимум до сих. Вспомните, мы с вами знаем про такое. Шубер в «Фаминовной фантазии», которую мы с вами в прошлом сезоне слушали, в музыкальной монограмме заширковал свое имя и имя Каролина из Каркаса. Чайковский в первом протопианном концерте в музыкальной монограмме заширковал имя Дезира Арбал. Мы сейчас с вами услышим некоторые фрагменты из сюиты Шумана «Карнавад». Для этого я приглашу на сцену у ряда международных конкурсов Владимир Исайл. Сначала перед нами предстанут два персонажа итальянской комедии «Масок». Неуклюжий, грустный, спотыкающийся, постоянно топчущийся на одном месте, попадающий в просад, как Пьерро и гибкий, активный, упругий Орельгин с его фантастическими прыжками и взлетами, в которых он словно бы стремится преодолеть силы земного прижжения. Карнавал, Пьерро и Орельгин. Пьерро и Орельгин. Пьерро и Орельгин. Пьерро и Орельгин. Субтитры подогнали Симон. 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 Они связаны интонационно и общим характером исполнения. Шумом и в той, и в другой пьесе пишет пассионатом Страстов. И пьеска «Признание» крошечная, миниатюрная. Она воспринимается как тихая иллюминация на шумном карнавале жизни. «Признание». «Признание» 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 «Признания» СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Влияние Шюма на развитие жанра Сюейда в 19 веке безгранична. Сюита с ее картинной изобразительностью, с ее свободой выбора в компоновке частей, А еще плюс шумовское желание связать все эти части сюиты видимыми и невидимыми нитями, все это оказалось очень близко к русской композиторской школе. Поэтому так постребована оказалась сюита у русских композитов XIX века. Причем у всех, без исключения. Из огромного множества русских сюит я хочу вам показать вершинные образецы. Картинки из выставки Мусорского. Эта сюита в оригинале написана для протопиана, но есть несколько оркестровых ее переложений, есть органные переложения. Мы знаем, что эта сюита была написана Мусорским как отклик на посмертную выставку работ его друга, художника и архитектора Виктора Гарбина. И Мусорский поставил себе целью средствами музыки передать содержание гарбиновских рисунков и гарбиновских концептов. Но фантазия Мусорского пошла далеко вперед, и он своими музыкальными пьесами углубил, очеловечил гарбиновских персонажей. И это четко видно в целом ряде частей этой сюиты. Например, на гарбиновском рисунке под названием «Избушка на курьих ножках» были изображены элегантные, изящные бронзовые часы в виде избушки. То, что эта избушка Бабы Яги, говорит нам всего лишь одна деталь. Вот здесь на слайде не очень видно, но если прилететь, то видно. Вот эта красивая узорчатая избушка стоит на курьих ножках. Мусорский в своей пьесе показал не избушку, он показал хозяйку этого жилища, Бабы Ягу. Причем он показал полет, Бабы Яги, полет нечистой силы, наполненной диссонансами. Он показал нам ее хромую походку, костяная нога, помните просто еще Бабы Яги, да? Он показал нам ее лихую, богатырскую, разыгранную песню. А в среднем разделе, очень таинственном и зловещем, он раскрыл нам то ли кладовство Бабы Яги, то ли показал таинственную и зловещую лесную чащу. Гартманские богатырские ворота, рисунок, это архитектурные проекты городских киевских ворот. Посмотрите, они выполнены Гартманом в древнерусском стиле. Звонница, например, изображена в виде богатырского шлема, а украшения ворота в виде кокошника. А у мусорского? А у мусорского мы слышим картину народного дружесква, картину русского богатырского эпоса. Мы слышим грандиозный благовест в первой теме и храмовое церковное православное пение во второй. Как будто вы с площади, с залитой солнцем, с огромным стечением народа, вы попадаете в храм и слышите тихое православное пение. Какие два мощных славянских архетипы, представленные мусорским в этих двух пьезах. Русь сказочная, Баба Яга, и Русь богатырская, Русь православная в богатырских ворота. Сейчас мы с вами услышим эти две пьесы из картинок с выставки Мусорского «Бабу Ягу» и «Богатырские ворота». Они прозвучат без перерыва, причем прозвучат они в органном переложении Тимура Халюна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 на основе киномузыки, кинематографы, да ведь открытие 20 века, появляются джазовые сюиты, сюиты для инструментов русского народного оркестра, для русских народных инструментов. И получается, что 20 век открыл миру не только кинематографы, джаз, но и новый состав оркестра, оркестр русских народных инструментов, придуманный Андреевым. А благодаря созданию такого оркестра, русские народные инструменты, домбра, балалайка, получили истинно концертное звучание. И начать второе деревное концерты я хочу с того, что у нас будет звучать редкий инструмент для органов зала, балалайка. Первая сюита для балалайки и химикопиала была написана Сергеем Василенко в 30-х годах 20 века. А на сегодняшний день их насчитывается более узор. Сюита Александра Цыганкова, современного артического композитора, профессора Российской Академии Музыки и Немесиных, народного артиста России, сюита, которую я вам хочу представить, она максимально приближена к жанровому архитету, к танцевальной сюити. Она состоит из четырех танцев, но танцы эти современные. Ту-степ – американский танец, полика – чешский, вальс – европейский танец, под-испань – русский, придуманный русским хореографом, но состоящий из элементов испанского танца. И в названии «Пад Испань», «Шаг Испанский», об этом Чок Гагин прописывал. Все эти танцы выгодовали в русском танозе, часто очень упрощенных, под непригодливый музыкальный армонемент. И именно провинциальное выгодование этих танцев и показал свои зрители Александр Цыганков. Поэтому он и использует шаманочные наигрыши в «Пад Испании», он и цитирует русскую народную песню «Поморонская горошка» в вальсе, другую русскую народную песню «Бабка-любка» в «Ту-степе». И это так уместно, потому что название этой сюриты – «Старногородский мотив». Вот две части из этой сюриты – Александра Цыганкова, вальс и торфун – вы сейчас услышите. Исполняют Юлия Зимбов, партию «Под campeона» Наталья Иванова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 В качестве примера музыкально-театральной сферики я хочу представить вам, надеюсь, абсолютно незнакомое произведение, и вы откроете для себя новое имя – Леонид Десятников. Леонид Десятников – современный российский композитор, лауре государственной премии, заслуженный деятель искусств России, живет, работает, пишет музыку в Санкт-Петербурге. Десятников – автор великого множества музык, театральных постановок, кукольных спектакля, кинокомпозитор. И вот в 1985 году он на основе своей театральной музыки составил «Сюрико» для ребят, назвал ее «Онзвуки театра». Сейчас я хочу показать вам две части из этой «Сюрико», и пока я буду рассказывать, попрошу пианиста Владимира Исаева занять свое место за роялем. Владимир Исаев. Вы услышите две части из «Сюрико Десятникова». Со мной из них, под названием «Водевиль» все ясно, яркая, озорная, шаловливая, веселая, с легким прикрымом гротеской музыки. А вот вторая часть, другая часть этой «Сюрико», она оставляет вопросы, в ней есть забадка. Она называется «Из жизни Кащея». Кащея – заглавный дух. Но музыка эта вообще не ассоциируется с образом сказочного Кащея. Музыка очень грустная, ностальгическая, очень трогательная, очень изысканная, печальная. Что это? Изнеженный романтик Кащей, погруженный в какие-то сладостно-ностальгические воспоминания? Ну, забавно, неправдано. Но если бы только этот вопрос остающийся без ответа. В 2000 году Леонид Десятников, уже после создания этой сюриты, написал музыку к фильму Алексея Учителя «Дневник его живых». Будь может, кто-то из вас видел этот фильм. Фильм о последних годах жизни Ивана Бунина, русского писателя и поэта. Фильм о его любви, об одиночестве, о непонимании. Фильм об очень непростом, противоречивом, сложном во взаимоотношениях с окружающими людьми чиновники. Так вот, в сэндтреке фильма, это дело из жизни Кащея, это дело Бунина? Вот это как понимать? Загадка. Вопрос. Знаете, принято говорить, что музыка Шостаковича всегда с фигами в кармане. Так вот, музыка Десятникова порой содержит две или три таких фиги. Леонид Десятников не умеет, не хочет делиться тайными, шифрами, кодами своей музыки. Его подтексты очень многоэтажные. И искать каких-то прямых ассоциаций названий его пьес со смыслом этих пьес бессмысленно. Я попыталась это сделать. Я попросила замечательного современного молодого пианиста, Лукаса Генюшица, который играет эту сферу, который лично знаком с Леонидом Десятниковым, узнать ответы вот на эти вопросы. И Лукас выполнил мою просьбу. Он задал эти вопросы композитору. Но не получил однозначного ответа. Кроме того, что объяснять это очень сложно. Не хочет человек делиться шифрами своего искусства. Но он имеет на это право. А нам, наверное, остается только довольствоваться красотой, эмоцией. Сейчас мы с парусом Владимиром Рецептимовым мы с вами услышим две части сюриты Леонида Десятникова «Озбук театра» из жизни Кощея и ВДВИ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Я думаю, что все вы прекрасно знаете сказку Джани Рандари «Приключения Чаполина». А люди старшего возраста, возможно, еще и помнят замечательный советский старый рисованный мутиль с музыкой Карена Хачатуряна «Приключения Чаполина». Но тут внимание, не надо путать Карена Хачатуряна и Арама Хачатуряна. Карена Хачатуряна – племянник, знаменитого выдающегося Арама Ильича Хачатуряна, автора музыки Глебовского мускарада. Сам Карен Хачатуряна – замечательнейший был композитор, написавший много всяких сочинений, в том числе и високу к этому мультфильму. В сказке Джани Рандари, как вы знаете, человеческих персонажей нет. Все персонажи этого мультфильма возвращены в огородах и садрах. И мультфильм этот, и сказка о приключениях мальчика-луковицы Чаполина, о его борьбе с седером помидором, с принцем лимоном и о том, как ему в этой борьбе помогают его друзья. Девочка-редиска, скрипач-груша и всевозможные другие овощи, друзья Чаполина. Так вот, сначала Карен Хачатурян написал музыку культфильму, через несколько лет он на основе музыки культфильму пишет балет Чаполина. Еще через некоторое время он выпускает оркестровую сюиту Чаполина. И эта оркестровая сюита оказалась такой популярной, она стала очень востребованной, любимой, что Карен Хачатурян создает сюиту для двух пиатистов, для пропитанов в четыре руки. И эта сюита прочно вошла в педагогический репертуар пианистов. Я очень хочу показать вам сейчас фрагменты этой сюиты, потому что, я надеюсь, мы получим истинное удовольствие от этой детской, очень прегментной, очень яркой, мультяшной музыки. Правда, посвучат карменты этой сюиты, переложения, для рояля и органа. Тимур Халюбин, Владимир Исаев, они походят с вами. А мы с вами начинаем знакомиться с персонажами мультфильма и балета Карена Хачатуря. Перед вами ком тыква, друг Чаполина и главная жертва сеньора Помидора. Ком тыква с разрешения графеи Ниши на их земле раскрыла себе домик. Но домик этот оказался такой маленький, что он еле в него помещался. Но даже из этого маленького домика кома тыква выгнал злобный сеньор Помидор. Вот такой добрый, порядочный, такой грустный, мечтатель ком тыква. Музыка 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 Чиколета. Злобный, коварный, но немедлый. Для его характеристики король Хачатурян избрал самодовольный, кичливый марш. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ КОНЕЦ Девочка-ледиска. Простая деревенская девчонка, очень ловкая, смелая и бесстрашная. Она помогает джиполинам во всех его бродилках, но при этом она продолжает оставаться нежной, женственной и кокетливой. Единственная. Девочка-ледиска КОНЕЦ 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 когда друзья Чаполина отвлекают страшников, лимонов своей веселой игрой, а в этом время Чаполина освобождает своих друзей из тюрьмы. Голос. КОНЕЦ Завершит Вашу сегодняшнюю встречу выступление кадрового оркестра «Армация Мюзика» под руководством Натальи Евгеньевича Бородина. В исполнении этого оркестра просвучат два произведения, и первое, словно бы, замкнет круг развития жанра Сюили в истории музыки. Мы с Вами, благодаря первому произведению, снова окажемся в эпохе барокко. Правда, это будет не настоящая, не подлинная барокко, не то барокко, которое мы с Вами наблюдали в виде роли в танцах, когда давние кавалеры танцевали старинные танцы, не то барокко, которое мы с Вами слушали в французских комиссийных пьесах Рамоа, Убрелла или даже в раканте песни Ульяна Дорда, композитора XVI века. Это будет барокко смоделированное, барокко искусственно созданное, правда, созданное с любовью. Это будет барокко итальянского композитора XX века Катарина Респики. Это был композитор науклассик, который в целом ряде своих сочинений пытался воссоздать старинное время. И делал это очень умел и с большой веками. И вот среди его сочинений мы видим три сюиты старинных армий и танцев. Каждая из этих сюит использует темы старинных композиторов. Темы композиторов XVI-XVIII века. И именно это качество, использованные темы старинных композиторов, цитат, и станет объединяющим началом всех частей трех сюит обгонения Респики. Мы сейчас с вами услышим первую часть, третьей сюиты. Она называется Итальяна. Итальянская. Интересно, что по старинам частям этой сюиты, а всего там четыре части, Респики дает конкретные жанровые названия. Пассакалия, Сицилиан, Ария. А вот эту часть называют Итальяна. Кажется, что это какой-то танец. В полке возможно, что первая часть этой сюиты воспроизводит какие-то особенности старинного танца. Но никаких указаний на это в протестурии Респики нет. И когда однажды один из критиков спросил его, какой капелетный танец вы имели в виду, писав первую часть, он сказал, вы как вы. Это просто мое видение старинной музыки. И действительно, музыка этой части звучит очень плавно, очень светло, тихо, спокойно, бесстрастно, практически безжизненно. Вот, видимо, именно так Респики представлял себе звучание старинного сочинения. Итак, камерный оркестр на зимузе под руководством Натальи Бородик. Первая часть из третьей сюиты от Турину Респики – Итальяна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Завершить сегодняшний разговор о музыкально-исторических Вальс вошел в многочисленные, как часть еще в XIX веке. И, окровенно говоря, выбора какого-то вальса для финала сегодняшнего концерта, с выбором вальса у меня не было проблем. Но я хочу показать вам в какой-то мере дикоду. Дело в том, что этот вальс, который сейчас проскучит, написан Дмитрием Шестаковичем. Композитором, который у большинства меломанов ассоциируется с серьезными монументальными симфоническими драмами. Здесь вальс. Во-вторых, это вальс из джазовой сюриты. Да, у Шестаковича есть две джазовые сюриты, которые написаны незадолго до Великой Отечественной войны. Правда, ничего джазового у них нет. Просто инструментовка этих сюрит выполнена в стиле садового духового ортестра. Ну и в-третьих, этот вальс с Шестаковичем гораздо популярен и известен на Западе, в европейских странах, чем у нас, в России. Вот эта ошеломляющая, оглушительная популярность к этому вальцу в Европе пришла в конце 90-х годов. После того, как на экраны вышел фильм «Стенли и публика» «Шаратов, закрытые глаза», где этот вальс целиком проскучал в финальных титрах. Вот с этого самого момента этот вальс Шестаковича в европейских странах стали называть русским, и его прекрасно знали. Звучание нашего русского вальса в исполнении как одного оркеста на земле. «Стенли и публика» «Стенли и публика» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 Аплодисменты